Открытый диалог между представителями российского и зарубежного рынка спутниковой связи. Демонстрация новых решений и возможностей. Динамичный формат и возможность для налаживания деловых отношений. В Москве состоялась 10-я международная конференция Settlet Russia NCIS 2018. Этот форум – деловая площадка, где собираются представители госструктур, операторов орбитальных группировок, производители космических аппаратов, поставщики спутниковых телекоммуникационных и геоинформационных услуг. В центре внимания, как всегда, все аспекты космического бизнеса. Безусловно, спутниковая связь – это один из драйверов российской и мировой экономики. Для нас, для Российской Федерации, стоит очень важная и амбициозная задача – наращивать свой сегмент в этом рынке и более активно участвовать в переделе или в развитии этого направления. Генеральным партнером форума выступил российский спутниковый оператор «Газпром Космические системы». Компания хорошо известная в Щелковском районе. Ведь именно у нас находится телекоммуникационный центр – главный объект ее наземной инфраструктуры. Несколько лет назад компания выступила одним из инициаторов проведения этой международной конференции. Мы считаем, что тот обмен мнениями, которые здесь происходят, встречи, разговоры, часто неформальные, они очень полезны для всех участников спутникового рынка. И мы с удовольствием делимся и своим опытом здесь, и рассказываем о своих планах. Считаем, что это всегда полезно, как с точки зрения образа компании, так и с точки зрения нашего бизнеса, поскольку быть в фокусе внимания – это всегда хорошо. Сотрудники компании приняли участие в работе нескольких сессий на разную тематику, рассказали о деятельности предприятия. Одним из основных видов деятельности нашей компании является предоставление спутниковых телеканалных услуг. Такие услуги мы оказываем с использованием созданных производственных мощностей системы спутниковой связи Ямал, а именно существующих действующих спутников связи на орбите собственных, а также объектов наземной инфраструктуры. От Юго-Восточной Азии до побережья США, от Европы до Африки. Благодаря работе четырех космических аппаратов в более чем ста странах мира транслируются сотни телеканалов. Предоставляются спутниковые каналы связи и широкополосный доступ в интернет. Выступления сотрудников компании вызвали живой интерес у участников конференции. В том числе специалисты рассказали о дальнейшем развитии орбитальной группировки. Так, в январе следующего года планируется отправить на орбиту новый спутник Ямал-601. Который заменит своего предшественника и позволит нам развивать новые услуги в новом прогрессивном КАА-диапазоне. Конференция Settelight Russia 2018 проходила в течение двух дней и вновь стала заметным событием для профессионального сообщества. Олеся Богданова, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.